У меня сегодня продолжение той проповеди, которую я в прошлый раз не закончил. В прошлый раз я проповедовал на такую тему, как «Лучшее средство против беззакония». И ответом был закон совершенный, закон свободы, совершенный закон во Христе Иисусе, тот закон, который принес только Иисус, потому что Слово Божие говорит в Евангелии от Иоанна, что закон произошел через Моисея, «Благодать же и истина произошли через Господа Иисуса Христа». Тема моей сегодняшней проповеди – «Суд без милости или милость превозносится над судом?» Выбор за тобой, выбор за нами. Мы продолжаем. И вы знаете, моя мысль, я как бы немножко напомню тему прошлой проповеди, о том, чтобы мы обуздывали свой язык, потому что, чтобы не стать людьми с пустым благочестием, Писание нам рекомендует обуздывать свой язык, не судить, не приклеивать друг другу ярлыки, не осуждать тем более, быть простительными, быть милостивыми, любить, даже когда нас ненавидят, благословлять, даже когда нас проклинают. Всячески молиться за тех, кто, может быть, где-то словом или делом обидели нас. Благотворить, то есть делать какие-то подарки, делать какие-то жесты тем, которые нас преследуют, ненавидят и гонят за имя Иисуса Христа. Может быть, это звучит как-то немножко странно, но это Нагорная проповедь Иисуса Христа, это Его основные заповеди, это Его закон совершенный, закон любви, закон, через который мы получаем сами освобождение. И вы знаете, действительно, великая привилегия, когда ты глубоко осознаешь по теме прошлого повода. То есть, если я сужу как бы с позиции судьи, что я подумал, что я судья, имею право судить, и кому-то сделал такой вот просто приговор, кого-то осудил, кого-то приговорил, на кого-то повесил ярлык, человек даже не догадывается, что в этот момент он приговаривает самого себя. Потому что Слово Божие говорит та же самая Нагорная проповедь, на болгарском языке планинская проповедь, что каким ты судом судишь, таким и Бог будет судить тебя. Несудимы, да несудимы будете, и каким судом ты судишь, таким Бог будет судить тебя. Прочайте, прощены будете, и так далее, и так подобное. То есть, когда мы начинаем судить с позиции судей, то в этот момент мы приговариваем не кого-то, мы приговариваем самих себя. Сегодня я буду продолжать, и я хотел бы открыть это место, которое написано в послании Якова, то есть тема сегодняшней проповеди, послание Якова, 2 глава, только один, а, ну можно 12-13 стихи прочитать. Так говорите, и так поступайте, как имеющий быть судимый по закону свободы. Смотрите, Яков нам советует вот так судить, судить по закону свободы. То есть, мой суд не должен основываться на том, чтобы кого-то осудить, или кого-то приговорить. Мой суд, суждение, правильно, только тогда, когда я кого-то оправдал, кого-то освободил, да. И вы знаете, действительно, мы двигаемся, знаете, вот в таком послании, в такой миссии. То, что делал Иисус Христос, и мы делаем. Его миссия, наша миссия. Его миссия в нас продолжается, можно так сказать более точно, через нас. Миссия Иисуса Христа не закончилась. Он сказал, и Он обещал, что то, что Я делал, и Вы также будете делать, и даже более того. Иисус Христос пришел на эту землю, Он имел помазание отпустить измученных на свободу. Вот об этом должны быть мои уста. Вот через это, знаете, мы можем скоррегировать, или вот как-то обуздать свой язык. Я призван для того, чтобы нести Евангелие, Евангелие не осуждение, говорит Писание, Евангелие оправдание. Моя задача не осудить человека, моя задача оправдать. Аминь или не аминь. Потому что в тот момент, когда я сам осудил, я в этот же момент осудил в первую очередь самого себя. Суд начинает срабатывать. То есть я осудил каким-то судом, и ты можешь убедиться, что в твоей жизни начинает срабатывать точно такой же суд, которым ты осудил другого человека. Потому что Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И дальше мы прочитаем. Поступайте, как имеющий быть судимый по закону свободы, по закону Христа, по закону совершенными. Я кого-то оправдал, я кого-то отпустил, я кого-то благословил, я кого-то исцелил своим словом, отпустил измученного на свободу, исцелил сокрушенного сердца, проповедую лето Господне благоприятно. Вот для этого предназначены мои уста в Господе Иисусе Христе. Вот таким образом я обузываю свои уста. Тринадцатый стих. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Суд без милости, не оказавшему милости. То есть, если я кому-то не оказал милости, если я настолько жестокий человек, ну, ожесточил сердце свое, что я просто кого-то сужу без милости, категорично, категорично, все, наклеил ярлык, вот этот человек неисправим, сказала в сердце своем. В этот момент срабатывает правило. Суд без милости, не оказавшего милости. Никакой милости не будет. Почему я в прошлый раз прослеживал мысль? Почему так иногда бывает, что как будто бы над кем-то, как будто бы какая-то немилость. Ну, то есть, вот настолько немилостиво, как будто бы Бог относится к этому человеку без какой-либо милости. И вы знаете, это не Бог. человек пожинает то, что когда-то посеял. Без милости его кого-то осудил, приговорил, и точно такой же приговор сработал в жизни этого человека. Происходит какая-то безмилостивая такая пожирающая судьба, которая просто съедает все на его пути, и в конечном итоге он остается один, разочарованный, разбитый, израненный. Какой выход из этого? Простить и помиловать. Аминь. В прошлый раз я говорил такую простую истину о том, что чем отличает милость от благодати, например, от прощения, да. Когда мы приходим к Богу, мы получаем прощение в тот момент, когда мы прощаем. Прощайте, и прощены будете на горной проповедь. Милость, еще раз повторю эту мысль, это когда кто-то кого-то помиловал. Ну, например, можно просто привести, что Бог помиловал Адама, даже после того, как он согрешил в Едемском саду вместе с Евой. Бог не истребил человечество и позволил продолжать жить и Адаму, и Еве, и бладиться, и размножаться, как он обещал. Это по милости Господне. По милости Господне мы получаем прощение незаслуженно. Мы очень сильно согрешили. Написано, все согрешили. Все согрешили. Слово так Божие говорит. И лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. У пророка очень хорошо написано. Испорченное сердце, крайне испорчено сердце человека. Кто узнает его? Я знаю, говорит Господь. Только Бог знает твое сердце. И может быть, мы где-то думаем, что мы хорошие люди, но на самом деле наши сердца без Иисуса Христа, они, можно сказать, очень быстро портятся или приходят в полную негодность. Об этом чуть позже я буду говорить. И что происходит, когда милость в мою жизнь приходит? Благодать, когда человек получает что-то незаслуженно, получает какое-то благо, какой-то подарок. Вот мы абсолютно все, все человечество в целом незаслуженно получили благодать. Никто ее из нас не может заслужить своими делами. Так или не так? Ну, так написано, что делами пред Богом не оправдается ни одна плоть. Ни одна плоть. Сие есть дар от Бога. Благодать, которой мы спасаемся, это подарок, незаслуженный подарок. Поэтому отличие, да? Прощение, милости и благодати. Давайте мы сегодня пойдем дальше. Очень важно, когда в твою жизнь приходит милость. И Библия говорит, что милость, она превозносится над судом. То есть, раньше я был немилостивым человеком, я никого не миловал. И в своей жизни я пожал то, что жизнь какая-то стала у меня абсолютно безжалостная, то есть, как будто бы жизнь отвернулась от меня, я остался один и был на грани отчаяния. И потом я просто осознал о том, что это это я сам произвел, потому что я сам был человек жестокий и немилостивый. Но когда в мою жизнь пришла милость, то есть, Бог помиловал меня, хотя я этого не заслуживал, и дал мне, кроме того, что Он меня простил, Он меня еще просто облагодетельствовал. Это хорошее библейское слово. Он дал мне благодать на благодать. И вы знаете, я могу так сегодня четко отследить о том, что когда я пришел к Богу, мне было очень много дано по благодати. Ну, то есть, спасение, неописуемая радость, какое-то обновление, просто ноша свалилась с моего сердца. Я просил, наконец, своего отца. Мы стали друзьями. Жизнь просто начала бурлить. Финансы какие-то начали приходить совершенно сверхъестественным образом. Вы знаете, я хотел бы сразу сегодня отследить вот эту основную мысль. Сейчас оно не так. Что-то не так. Почему-то, ну, не падают вот те вот тысячи, там, сотни долларов, которые когда-то приходили в мою жизнь совершенно незаслуженно. Я заметил о том, что, ну, это наши такие, с супругой моей, какие-то наблюдения, о том, что Бог с нами сегодня, вот, ну, на сегодняшний день вот так. Бог с нами сегодня, он воспитывает наш характер. Сегодня я хотел бы ответить на такой вопрос. Вот, знаете, вот я с 91-го года верующий, ну, то есть уже 28 лет. В 95-м году меня рукоположили в собрании апостолов, пастырей, пророков, евангелистов. Ну, приехали со всего мира, это была большая конгрегация, меня рукоположили на пастыря в 95-м году. И вот, получается, 24 года я уже несу служение пастыря. Если бы вы меня сегодня спросили, ну, вот, пастыр, ты вот уже 28 лет христианин, ты что-то получил вообще от Господа? Ты что-то вообще получаешь сейчас? Мог бы ты сказать, что твоя жизнь как-то изменилась, когда ты был неверующим или когда ты стал верующим? Я хотел бы сказать о том, что, конечно, я никогда ни разу не пожалел о том, что я когда-то стал, 28 лет тому назад, что я стал христианином. Ни разу не пожалел. Были ли в моей жизни трудности? Были страшные, я хочу сказать, страшные трудности. Я переживал, что Бог давал по силам. Был период, когда я справлялся еще силой Святого Духа. Были периоды, когда, как и апостол пишет, Бог начал давать сверх сил. Я уже не мог это переносить. Я эти этапы просто проходил, чтобы мы научились уповать не на свои собственные силы, но на Господа Иисуса Христа, который воскрес силой Божией. И это тоже этап проходил. И просто, вы знаете, я могу сегодня просто вам сказать одну простую мысль, что я вот на протяжении вот этих 28 лет для себя открыл. Для себя я открыл, что я абсолютно не могу жить без церкви. В первую очередь, я не могу жить без Иисуса Христа, я не могу не читать Слово Божие, я не могу не молиться. Я понимаю, что через это, если я перестал молиться, я просто как бы, ну, просто перекрываю себе кислород, дыхательные пути. Если я перестаю читать Божие Слово, это все равно, что я без питания остался, без подпитки. Я начинаю высыхать, я начинаю сохнуть. Жизнь покидает меня очень быстро. И я очень глубоко осознал, что я не могу без церкви. И вы знаете, вот сегодня вот мне бы хотелось очень сильно вот просто коснуться, вот чтобы это коснулось ваших сердец. Каким образом апостол Павел вычислил, что в последние времена, он писал это две тысячи лет тому назад, и он пророчествует про последние времена, которые уже наступили, реально, по всем признакам. И он пророчествует о последних временах, последних к римлянам, послания к Тимофею, послания к Титу. Он говорит, в последние времена наступят времена тяжкие. Люди будут богоненавистники. И так далее. Поэтому перечисляется то, что непростительные, немилостивые. Слышите, мы чуть позже об этом прочитаем, но я вот так как-то проникся, я вот так думаю, как апостол Павел смог вот это получить от Бога или вычислить это каким-то образом. И вы знаете, я получил для себя ответ через то, что апостол Павел периодически, он был в странствиях, он был в тюрмах, он был в страшных гонениях, в ненависти, оставался один, когда его все оставляли. Есть в посланиях это, оставили меня, он остался один. И вы знаете, я просто пережил это когда-то сам, когда я в Китай первый раз попал, и попал туда на два месяца, и у меня не было возможности. То есть я остался без церкви, без общения со святыми, ну, конечно, у меня была Библия, конечно, у меня была молитва, но без церкви я начал конкретно засыхать. Вы знаете, просто потребность какая-то, с кем-то поделиться, просто побыть в собрании, просто вместе прославить Господа. Вот пока вот это не потеряешь, не можешь осознать ценности, привилегию того, что ты находишься в церкви Божьей. И я начал просто метаться, то есть просто, кроме того, что я остался без семьи, жена далеко, конечно, мы переписываемся, но этого недостаточно, да, ну, просто вот, ну, я остался без церкви, я начал судорожно искать, судорожно начал искать церковь, где церковь. И оказалось, что на весь Тинзинь, в котором я проходил обучение, город Тинзинь, международный Тинзинский университет традиционной китайской медицины, и вот я ищу, церкви для русскоговорящих нет, 20 миллионов человек в городе, нет ни одной церкви для русскоговорящих. Ну, в китайскую попасть было невозможно в те времена, потому что она была подземной, она была запрещена, они прятались, конспирировались, да, ну, просто вот, ну, невозможно было. Нашел церковь интернациональную для англоязычных, но английский язык у меня и по сей день слабый. Узнал через интернет, что в Пекине, о, слава Богу, в Пекине есть церковь для русскоговорящих, пастор Станислав Лю, тоже этнический кореец, который уже давно проживает в Китае и является пасторем. Я начинаю искать контактный, нашел контактный телефон, позвонил Стасу, мы с ним предварительно познакомились. Какая, вы знаете, для меня была отдушина, когда где-то через месяц я нашел все-таки церковь для русскоговорящих. Я ехал, добирался туда какими-то окольными путями из Цинзиния, ну, проехал на поезде, потом на автобусах, на метро, огромный город, Пекин, 25 миллионов населения, неофициально еще больше. И вот, ну, просто через несколько часов поисков я нахожу эту церковь, попадаю в собрание, и вот я сажусь на скамейку, и пастырь выходит, начинает говорить слово, потом молитва, потом прославление, и, вы знаете, такой драгоценный Илья, наконец-то я, и, вы знаете, вот, когда пришло присутствие, я говорю, наконец-то я дома. Чувство присутствия, что я наконец-то добрался до дома, здесь мой отец, здесь мои братья, здесь мои сестры, мы вместе славим Господа, как хорошо. И, вы знаете, вот эта жажда, которая вот, истресканное мое сердце, да, вот от этой жажды, и вот это напоение буквально, как первые глотки. Я был счастлив тогда. Мы подружились с пастырем, он предоставил мне слово, на следующее воскресенье я проповедовал, делился словом, делился благодатью. Мы подружились с этой церквью, я передал привет от нашей церкви, мы через, ну, за эти многие годы мы стали, с 2006 года мы стали такими дружескими, братскими церквями, у нас связались, ну, практически такие, ну, в принципе, да, родственные, потому что мы братья во Христе Иисусе. Теперь, когда я приезжаю в Пекин, меня там встречают с радостью, и, вы знаете, как правило, когда я приезжаю в церковь пекинскую, пастор пекинской церкви сразу уезжает. Почему? Потому что он мне доверяет настолько, говорит, все, наконец-то ты приехал, теперь я могу поехать куда-то, сделать свои дела, там, юридически. Все, поехал в Россию, потому что они, ну, там, два года тому назад получали российское гражданство, они были гражданами Узбекистана, поехал туда, оставил мне церковь, и несколько недель я проповедовал там, проводил семинары, проводил обучение, и это было очень прекрасное время. Слава нашему Богу! Давайте мы пойдем дальше, откроем следующее место, книга «Откровения». У меня сегодня А, нет, извиняюсь, первое послание Петра. Первое послание Петра, четвертая глава, с 12 стиха. Здесь апостол Петр пишет про какое-то огненное искушение, я об этом проповедовал несколько раз, какие-то испытания, которые пришли в мою жизнь, я проникся тем осознанием о том, что огненное искушение приходит, и испытания в нашу жизнь для того, чтобы сформировать характер. И не просто характер, а характер Христов. Характер Христа в нас, характер Бога в нас. То есть Бог не хочет нам дать какие-то финансы, ну, у кого-то есть ложные представления о том, что приду в церковь и стану богатым. Потому что Бог меня станет благословлять, не даст Бог богатства. Вот сейчас в моей жизни происходит так, что Бог каждый раз, когда мы ездим куда-то в Китай, Он дает вот тютелька в тютельку. Ну, вот просто вот мы отслужили там, отработали, прошли очередную специализацию, сейчас мы вместе с супругой ездим. И вот хватило, вот, ну, буквально, вот приехали, вернулись, и у нас в карманах пусто, извиняюсь. Ну, я понимаю то, что Бог не дает больше денег, чтобы мы даже не соблазнялись, не искушались ничем, просто выполнили там свою миссию, все, пора, детки, пора домой, назад возвращаться. Вернули все с чувством удовлетворения, исполненного долга. Бог формирует в нас характер, Божий характер. И поэтому апостол Петр пишет, возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Большинство христиан, новорожденных, удивляются, зачем они нужны нам, эти испытания, да? Почему Бог не поместит нас в комфортные условия, в идеальные условия, чтобы мы ни в чем не нуждались? Тринадцатый стих. Ну, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы возрадуйтесь и восторжуствуете. Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Кем-то он хулится, да? А кем-то он прославляется. Есть две категории человечества. Одна часть человечества хулит Бога, другая часть человека прославляет Его. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, то есть будучи христианином, пострадал как вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись. Если ты пострадал как христианин, не стыдись. Но прославляй Бога за такую участь, потому что в этот момент в тебе формируется характер Христов. Иисус Христос тоже через все это прошел. И во время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник, смотрите, давайте мы проникнемся, Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божией да предадут ему как верному Создателю души свои, делая добро. Аминь. Смотрите, какое прекрасное место, которое говорит нам о том, что тема моей сегодняшней проповеди или суд без милости, или милость, которая превозносится над судом. Суд без милости – это та часть человечества, которая судит без милости, у которой нет милости, которая всех вот так строит, приговаривает, осуждает, приклеивает ярлаки. Вот ты такой, ты вот такой, ты вот здесь встанешь, ты вот здесь сядешь, короче, я вот так сказал, я вот так решил, вот так будет. Ты такой-то, такой-то человек. Это суд без милости. Поэтому в жизнь такого человека приходит суд без милости, потому что пожинает то, что посеял. Или вторая категория человечества – в мою жизнь пришла милость, я был помилован и я призван так же что? Миловать. Аминь или аминь. Любить так же, как и Христос любит, миловать так же, как Христос милует, прощать так же, как Христос прощает. Аминь или не аминь. Мы идем по следам Иисуса Христа, мы обуздываем свой язык, мы не судим так, как этот мир судит, мы судим как христиане. Мы судим оправдывая, мы судим давая, благословляя, исцеляя, освобождая и так далее и тому подобное. Аминь или не аминь. Это есть обуздать свой язык. Это есть истинное благочестие. Это истинный характер Христова, который Бог развивает во мне. Вас. Давайте мы прочтем книгу Откровения. Я даже не буду это открывать. В книге Откровения, в 16 главе, вы можете прочитать, какие суды придут в последнее время. И ангел Господень, 4 суд, он восклицает, истинные и праведные суды твои. Когда пришел очень сильный жар, когда Бог дал активность солнцу, и пришел страшный какой-то жар и засуха на землю. И вы знаете, та часть человечества, которая не прониклась, что это суд Господень, или не захотели воздать Ему славу, не захотели признать свои согрешения, Слово Божие повторяет несколько раз о том, что они начали хулить Бога. И знаете, это вот такое понятие, когда хула, это значит такая ругань, это осуждение. То есть, когда человек становится в позицию судьи, рано или поздно он осудит всех и вся. И в конечном итоге он осудит самого Бога. То есть, Бог будет виноват во всем. Слышите меня? Я встречал таких людей. Они уже сегодня есть. Они говорят, это Бог. Бог во всем виноват. Он такой жестокий. Он такой несправедливый. Но на самом деле кто жестокий? Сам человек. Тот, который произносит вот этот суд самому Богу. И начинается плена такая хула. В последнее время это будет очень распространенное явление. Я уже заканчиваю, потому что у меня сегодня короткая проповедь. Я хотел бы открыть вот это место, которое написано в послании к римлянам. Давайте мы все вместе откроем. Первая глава. Носите, пожалуйста, на собрание своей Библии Слово Божие. Проверяйте. Читайте вместе со мной. Потому что, когда мы читаем, что-то особенное происходит. Ты больше можешь проникнуться, прочитать несколько раз, если что-то не понял, что-то недослышал. Это очень важно. Читать Божье Слово. Послание к римлянам, первая глава, с 21 стиха. Вот мы сегодня славили Бога. Слово Божие говорит, но как они, познав Бога? То есть, речь идет о людях, которые познали Бога, но не прославили Его как Бога. Подумали, что это какая-то сущность просто, какая-то сила просто, да, безымянная. Высший какой-то разум, да. И вот, ну, судьба, и она к нам несправедлива почему-то. И вообще это понять невозможно. И начинается какая-то вот такая просто философия. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобную тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари, то есть творению вместо Творца. Ну, какой-то истукан, какой-то божок из дерева, из золота, из серебра, которому люди начали просто поклоняться. То, что сделал, например, Израиль, когда Моисеев зашел на гору. Они вылили золотого тельца. «Потому предал их Бог постыдным страстям». И я даже не хочу это произносить. Ну, просто перечисляются какие-то страшные такие грехи. Среди них перечисляется непростительность, немилостивость. И вот именно об этом. То есть, как следствие того, что я не поклонился Богу, не захотел Его прославлять свою жизнь, не захотел Его благодарить за все то, что я имею, не захотел просто радоваться вместе с Богом в своей жизни. Бог пришел в мою жизнь, и несмотря на то, что, вот как я сегодня прочитал чей-то пост, о том, что Бог в моей лодке сегодня, но Бог не обещает то, что бурь не будет. Бури будут, но Бог обещает, что твоя лодка, если она с Иисусом Христом, или она во Христе Иисусе, или Иисус Христос со мной сидит в лодке, она никогда не потонет. Потому что Иисус со мной. Никогда не потонет. Будут ураганы, будут бури, но Иисус Христос со мной. Моя задача Ему доверяться, уповать на Него. Слава нашему Богу. И вот здесь, вы знаете, это уже конец времен. Сегодня можно, к сожалению, встречать людей, которые уже, как тут перечислено, немилостливые, богоненавистники, клеветники, злоречивые, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям. И много-много перечисляется. И вы знаете, апостол Павел это вычислил от того, что он периодически оставался один или один с самим собой, в изоляции какой-то. Я хотел бы сегодня сказать, что это и мой опыт. Когда я оставался один в изоляции, вне церкви, просто не было возможности общаться, я чувствовал, что как моя душа слабеет, мое сердце слабеет, мой дух слабеет. Я без общения, я вне тела Господня, потому что церковь Иисуса Христа это есть тело Его. Церковь Иисуса Христа, вот то, что вы сейчас сидите вместе, это уже есть собрание верующих, это уже есть церковь. Церковь в переводе экклессия, собрание вызванных из среды. То есть Иисус Христос нас вызвал, призвал, избрал, собрал вместе, чтобы мы были вместе во имя Его. Если ты здесь пришел ради Иисуса Христа, и кто-то еще с тобой пришел ради Иисуса Христа, это уже есть церковь. Иисус Христос говорит, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там я уже посреди вас. Уже посреди вас. Слышите меня? И вот без этого нельзя оставаться. Я могу четко так сказать, когда я оставался без церкви, моя душа, она быстро слабела. Ну, просто я довольно быстро я становился раздражительным, вспыльчивым, гнев приходил. Просто вот, ну, какие-то искушения, какие-то соблазны, с которыми я постепенно, со временем я все больше и больше не мог справиться. Я глубоко осознавал то, мне нужна церковь. Ну, нужна мне церковь. Я без церкви не могу. О том, что я бежал, в каком городе бы я ни находился, ну, это причина того, что, да, я познакомился с пастором Пекинской церкви, да, или там, в Сеуле, там, или, ну, где бы мы ни находились, мы в первую очередь ищем живую церковь. Живую церковь. Ну, не просто вот музей, да, куда можно просто прийти, отстоять и просто ничего не понять, уйти, ну, пришел пустым, ушел пустым. Мы искали церковь, где можно наполниться Божьим присутствием, силой Святого Духа, Его премудростью, и самое главное, конечно, любовью. И, опять же, другая грань. Прибываешь в церкви какое-то время, церковь сильная, живая, там мясо дают, как сенсора сказала, вот, в этой церкви мясо дают. Мне понравилось это выражение. Твердую пищу, да, ну, просто благодать на благодать, я насыщаюсь этой любовью, я выхожу, вы знаете, преисполненный Святым Духом, очень много любви, я становлюсь очень терпимым, меня трудно вывести, практически неважно вывести из равновесия. Я исполнен Духа Святого, я исполнен Иисусом Христом. Иисус через меня просто являет свою славу. И вы знаете, вот именно вот в этот момент начинается очень серьезное испытание. Мы заметили тоже с Натальей, что иногда там, где мы работаем, вот, бывает спокойно, и люди такие, ну, как бы, спокойно приходят, и у нас мир, и лад, и гармония, так все прекрасно. Но вот, когда мы исполнены Святого Духа, очень часто Бог посылает нам испытание. Он говорит, а сможете вы вот это покрыть? Вот это покрыть любовью, да? И приводит такого человека, который реально пришел, вот, ну, просто проверить нас, да, вот, ну, сто процентов там, или как это, точка кипения, есть такая программа, там, я, правда, давно это не смотрю, когда-то смотрел, помню, что приходит человек, его начинает испытывать, ну, вот так разводить на его терпение, ну, насколько он сможет вытерпеть, и смотрит по времени. И вот приходит иногда такой человек, который реально провоцирует, ну, вот просто там что-то, вот, ну, просто издевается, ну, вот, откровенно говоря, приходит, ну, просто ведет себя как-то вот так, некрасиво там, ну, вот, просто оскорбляет, обижает, ну, вот, просто вот пытается нас как-то вывести из покоя. А любви так много, что вот, ну, просто мы смотрим, улыбаемся, но я понимаю то, что вот просто должен быть баланс, должна быть гармония. С одной стороны, без церкви я не могу. Другая грань – это то, что я не призван быть только в церкви. Если я только в церкви, давайте мы будем собираться, закроем здесь все двери, окна, будем вместе славить Бога, и нам хорошо, и нам больше ничего не надо. Это другая крайность. В одном месте Иисус Христос говорит, выйдите из этого мира, а в другом месте Иисус Христос говорит, а теперь я посылаю вас в этот мир. Идите в мир и проповедуйте миру. Слушайте меня? И вот здесь вот баланс найти. Пришел в церковь, наполнился, прочитал место из Библии, получил откровение, пошел в мир, открыл свои уста, вот это Евангелие, да, проповедовать лето Господне благоприятно, кого-то исцелить, кого-то благословить, кого-то поддержать, с кем-то вместе помолиться, помолиться, кого-то самое главное – привести к познанию живого Бога. Аминь или не аминь. Это наша самая главная задача. Задача Бога – являть через нас миру характер Христов, Его милость, которая превозносится над всяким судом. Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы судить. Он так говорит, я не пришел, чтобы судить этот мир, я пришел, чтобы его оправдать. Это и наша миссия. Слышите меня? Мы здесь, на этой земле, не для того, чтобы судить. Мы на этой земле для того, чтобы оправдывать, для того, чтобы приводить людей к познанию живого Бога, для того, чтобы исцелять, освобождать, отпускать измученных на свободу, для того, чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. Этим самым мы обуздываем свой уста. Тогда сразу очень многие вещи становятся понятными и отсекаются. Я не буду об этом говорить. Я не буду брата осуждать или принимать поношение на мою сестру, или даже говорить об этом. Это для меня закрытая тема. Я буду оправдывать, я буду молиться, я буду судить только для того, чтобы освободить брата, вывести его из плена, для того, чтобы помочь, поддержать и так далее и подобное. Аллилуйя! Как обуздывается мой уста? Очищаются через вот это слово, когда ты глубоко понимаешь и ясно понимаешь, для чего Иисус Христос все это сделал, для чего ты сегодня проходишь испытание. Для того, чтобы еще больше возложить все свое упование на Иисуса Христа. Я хотел бы еще раз задать этот вопрос. Или суд без милости, или милость, которая превозносится над всяким судом. Милость во Христе Иисусе, закон совершенный, закон свободы, закон Христов. Выбор за тобой. Посмотри сегодня в свое сердце и просто проверь о том, что есть ли в моей жизни еще такой человек, который я не могу простить. Есть ли еще такой человек, который я каким-то образом сужу или осудил, или осуждаю. Если есть такой человек, попросите искренного Бога прощения и дайте просто возможность Иисусу Христу вас простить этого человека, благословить, освободить, отпустить его, благословить его в дорогу и сказать, я этого человека благословляю, я отпускаю его. Со всеми его, может быть, какими-то в моем представлении минусами. Но у Иисуса Христа плохих людей нет. У Него все люди хорошие. Он смотрит на наши души человеческие, как на драгоценную жемчужину, ради которую Он оставил свое царство и обнищал ради нас, для того, чтобы приобрести. Продал все свое имение ради того, чтобы приобрести, спасти хотя бы одну душу. Драгоценную жемчужину. Мы также должны смотреть на душу людей. Это не просто какой-то там, да, такой человек. И начинаем включать свое суждение. Сразу отсекайте. Это душа, ради которой Иисус Христос умер. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я уже закончил. Слава нашему Богу! И знаете, вот это пророчество, о котором апостол Павел пишет, что в последние времена люди будут такие, такие, такие. Вы знаете, смотрите, я, например, смотрю на это, каким я не должен быть. Я смотрю, вот, богоненавистники, а я буду любить Бога, да? Не простительно, а я буду прощать, да? Не милостью, а я буду милой. Делайте все наоборот. Ну, мир будет делать так, вот, как апостол Павел пророчествовал. Потому что без церкви, без душа Христа это естественное последствие. Рано или поздно будут все это делать. Уже делают, к сожалению. И выход какой? Выход только во Христе Иисусе. Скажи аминь. Он наш выбор. Только Он помилует, только Он простит, только Он дает благодать на благодать и познание освобождающей истины. Давайте склоним наши сердца. Вы можете прямо сейчас, если в вас это есть, просто отречься. Сказать, Господи, прости меня, я больше не буду никого и никак судить. Это вообще не мое дело судить. Есть только один судья праведный, который истинно и правильно судит. Это Бог, судья, вседержитель. Моя задача просто каждый суд предавать тебе, Владыка. Моя задача оправдывать. Моя задача приводить людей к Иисусу Христу. Моя задача просто быть проводником Твоей Божьей любви, безграничной любви, безусловной любви, которая всех милует, которая всех покрывает, которая всех просто господь че спасает своей спасительной благодатью, незаслуженной благодатью, Господь. И какая привилегия приходит в мою жизнь, когда я помиловал? Потому что когда я помиловал Твоей силой, в мою жизнь приходит милость. Значит, и я помилован. Какая привилегия приходит в мою жизнь, когда через меня проходит спасительная благодать? Потому что я, когда я кого-то облагодетельствовал, в этот же момент я сам, в первую очередь, получаю эту благодать. Спасаюсь, освобождаюсь. Через меня проходит сила Христова. Через меня проходит любовь Христова. Это великая привилегия бессосудным Божьим, который используем, который благопотребен Владыка, которую избрал Господь, которым Иисус Христос пользуется и кого-то спасает, кого-то исцеляет, кого-то освобождает, кому-то проповедует. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что ты используешь меня. Испытайте свои сердца. Спросите у себя, кого я за, может быть, последние несколько дней спас, кого я покаял, кому я сказал об Иисусе Христе, кого я подвел к Иисусу Христу. Молился ли я за исцеление? Или предложил молитву об исцелении? Потому что это так просто. Давай помолимся, чтобы тебя Господь исцелил. Молился ли я за то, что просто Бог кого-то освободил? Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Мы тебя еще и еще раз благодарим и славим во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Церковь Божия скажет Аминь. Спасибо. Спасибо.